Всем привет! Очень часто я слышу от вас вопрос. Максим Олегович, я изучил весь джентльменский набор. Напомню, что джентльменским набором мы называем первую часть, номер 12, 14 и 15. И вы спрашиваете, а успеете ли вы до ЕГЭ, до экзамена изучить сложные номера второй части. Это 13 стереометрия, 16 планиметрия, 17 параметрия и 18 сюжетно-логическая задача с элементами теории чисел. Давайте разбираться. Во-первых, надо понимать, что если вы изучили джентльменский набор, вы набираете 76 тестовых баллов, что, собственно, неплохо, но и не очень круто. Хочется, конечно, где-то 86-90+. И, соответственно, вы думаете, а успею ли я, а имеет ли смысл? Смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто посчитать для начала количество оставшихся недель до экзамена и сопоставить это с тем, сколько вебинаров и домашних заданий вы сможете выполнять в неделю при подготовке к ЕГЭ по профильной математике. Вот смотрите, сейчас у нас осталось примерно 15 недель до ЕГЭ. Так? Вот давайте считать. Смотрите, сразу нужно учесть, что одно занятие, занятие это мы считаем вебинар плюс домашка. Ну, всегда, потому что можно в некоторых случаях, конечно, смотреть веб и не делать домашку или, наоборот, сделать домашку, попрактиковаться, а вебинар полностью не смотреть. Но все-таки для такого полноценного изучения темы я рекомендую вебинар плюс домашняя задача, да? Вот. И стоит отметить, что всегда одно, как минимум, но мы будем считать по минимуму, потому что я понимаю, что у вас уже мало времени, вот, да, 3,5 месяца осталось. Вот. Всегда одно занятие, это веб плюс домашка, должно уходить на повторение уже изученного материала. То есть на текущий момент это джентльменский набор. То есть каждую неделю вы прорешиваете эти задачки, смотрите бэточек по ним и таким образом повторяете. Потому что это одна из распространенных ошибок. Люди гонятся за баллами, идут изучать сложные задачи, забивают на первую часть, на 12 номер, на 14, на 15. И в итоге у них на ЕГЭ наибольшее количество ошибок именно в этих несложных номерах. Поэтому так делать не надо, обязательно оставляем одно занятие на повторение. Мало того, если вы решитесь и пойдете изучать более сложные номера из второй части, то то, что вы по ним изучили, тоже будет со временем попадать вот в это занятие повторения. То есть если вы уже продвинулись в изучении параметра, то тогда, когда вы будете повторять все, что вы изучили, к джентльменскому набору добавится уже параметр. Понятно. Повторение можно делать выборочно по конкретным номерам, можно просто писать пробник там с экспертной проверкой. Ну, если у вас ее нет, ну, как-то самостоятельно проверять, анализировать, делать выводы. Разобрались. Теперь думаем, что мы можем успеть изучить до экзамена. Смотрите. Давайте возьмем по минимуму, что вы в неделю можете смотреть три вебинара и делать три домашки. Ну, то есть три полноценных занятия по математике. Хотя я знаю, что ребята, у кого такие серьезные амбиции, кто хочет 90 плюс 76 за 3,5 месяца, готовые заниматься и больше. Но я посчитаю по минимуму, да. Итак, три занятия в неделю. Одно занятие точно уходит на повторение. Остается два занятия в неделю для изучения новых номеров. Итак, 15 недель, 30 занятий и 4 сложных номера. Ну, смотрите. То есть это примерно по 7-8 занятий по каждому номеру. Безусловно, полноценно, полностью от корки до корки изучить каждый номер не получится за 7-8 занятий. Ну, маловато это. Но критически важные темы такие, которые чаще всего встречаются на ЕГЭ, изучить можно. Поэтому стратегий здесь несколько. Первое. Вы примерно равномерно распределяете эти 30 занятий по номерам 13, 16, 17, 18. Здесь очень важный момент. Надо помнить следующую штуку. Что в номерах 13 и 16, в стереометрии и планиметрии, 2 пункта А и Б. В номере 18, 3 пункта А, Б, В. В параметрах нет пунктов, но за задачу дают 4 первичных балла. И там есть критерий, по которым можно получить 1 балл из 4, 2 балла из 4, 3 балла из 4. То есть, ну, не дорешав задачу, можно вполне себе получить 2 балла из 4. Что это значит? Это значит, что когда вы потратите на каждое из этих номеров, там, по 7, по 8 занятий, вы, безусловно, продвинетесь. И с большой вероятностью, я думаю, вот пункт Б в планиметрии, в стереометрии, ну, вряд ли, если он будет такой непростой, да? Ну, может, конечно, и прокатить. Но вот пункты А на 1 первичный балл в этих задачах, я думаю, что вы решить точно сможете. Ровно так же, как и пункты А и Б. Да, бывают там неожиданности, пункты А и Б в номере 18. Бывают неожиданности, но в общем и целом это несложные пункты. И заберете какие-то баллы из параметра. Ну, давайте подумаем, смотрите. Мы забрали 1 балл из пункта А в стереометрии, забрали 1 балл из пункта А в планиметрии, 2 балла из пунктов А и Б в 18, итого 4 первичных балла. Ну, и, например, мы забрали 2 балла из параметра. Итого 6 первичных баллов. В переводе тестов это плюс 12, 76 плюс 12, 88 тестовых баллов. Согласитесь, это уже, ну, приличный результат, это около 90 баллов. А смотрите, а мы не так много решили. То есть мы пункты А только в 13, в 16 решили, пункты А и Б в 18 и на 2 балла из 4 решили параметры. То есть все самое сложное мы, по сути, не решали. Идеально сделали джентльменский набор и у нас уже 88. То есть это одна из стратегий. Ну, минус этой стратегии понятен. То есть вы сразу изучаете много сложных задач. Вот 4 самые сложные задачи. Нужно быть очень аккуратным, нужно следить, чтобы в голове реально не образовалась каша. Потому что очень много новой информации, ну, просто может все перемешаться, и вы не сможете реализовать вот этот свой потенциал. Вы не сможете решить даже вот эти простые пункты А. То есть нужно следить за этим. Что здесь еще важно отметить? Важно понимать, что если у вас есть какая-то тема, ну, которую вот прям вы пробовали, и она у вас совсем не идет. Вот, ну, вот просто никак. Например, не знаю, вот планиметрия получается, а стереометрия, ну, вот вообще, все, вот пустая трата времени для вас. Ну, бывает такое, да? Тогда просто говорите, окей, все, вот не буду тратить и при подготовке время на стереометрию, и на экзамене тоже не буду тратить. Да, это не очень приятно, потому что стереометрия может оказаться там не сильно сложной, хотя я не думаю, что она будет прям простой. Вот. И типа вы не сможете ее решить. Но зато вы сэкономите время и на экзамене, на эту задачу, и при подготовке. И тогда уже у вас спектр меньше, и тогда все вот эти свои 30 вебинаров вы тратите на изучение там трех номеров второй части. Вот. То есть можно сделать так. Можно выкинуть то, что точно не получится. Вот. Или можно сделать какой-то крен. Из этих 30 вебинаров, например, полностью потратиться на параметр, ну, что-нибудь типа 10-12 вебинаров, а по остальное распределить на 13-16-18, типа дойти до состояния решения пунктов А. Ну, и примерно забить на это. Вот. Как-то так. Но если вы можете тратить в неделю там не три занятия, а 4-5, то я думаю, что вполне себе вы можете продвинуться даже до состояния решения пунктов В в номере 13-16, и может быть даже пунктов В в номере 18. Почему я отдельно выделил параметр и говорю, что на него можно сделать как бы акцент? На мой взгляд, задача с параметром наиболее прогнозируемая. Ну, вот такая алгебраичная, алгоритмичная, ничего прям супер неожиданного в этой задаче за последние годы не было. Вот в 18-й нас могут ожидать разные сюрпризы. В планиметрии тоже. В стереометрии, я думаю, что нужно будет на ЕГЭ-2023 довольно много вычислений делать. Вот, поэтому вот рекомендую обратить свое внимание на параметры. Ну, и еще раз повторюсь, очень важный момент. Все то, что вы изучили, джентльменский набор, и плюс те новые знания, вот этих сложных задач, которые вы будете приобретать, это все нужно постоянно обрабатывать, нужно повторять. Вот, поэтому ответ на ваш вопрос, а успею ли я? Да, успеешь, если все будешь делать правильно. То есть посчитаешь время, посчитаешь количество занятий, время до экзамена, это время, которое ты можешь тратить в неделю на подготовку к ЕГЭ по профильной математике, все распланируешь, распишешь и перестанешь задавать вопрос, а успею ли я, а начнешь делать. То есть меньше вопросов, больше дела. Все, ставьте лайк и увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok